Друзья, всем привет! Неожиданное включение, влог снимать не планировала. Мы сейчас выбираем себе ноутбук. И когда-то вставал вопрос, наверное, часто мне писали, почему я не покупаю в интернет-магазинах. Я покупаю только официально, только СТБ. И даже официально я смотрю, чтобы упаковка вскрывалась при мне. Потому что была такая ситуация, когда я оформила предзаказ телефона, пришла в магазин, смотрю, упаковка вскрытая уже. То есть я этот момент пропустила, там чем-то была отвлечена, возможно, оплачивала этот телефон. Открываю телефон, осмотрю, там сзади царапина, думаю, что это такое. Мне принесли телефон уже с царапиной на спинке. Царапина была поверх пленки, но все равно это был уже не новый телефон. Захожу в галерею и смотрю, там фотки сделаны месяц назад. То есть дети приходили, брали витринные образцы, фоткались. Он постоянно, беспрерывно стоял на зарядке. Я спрашиваю, то есть мне продают витринный образец, который должны продавать по уценке. В наличии еще есть примерно 8-9 таких телефонов, а мне вот именно этот решили сплавить. То есть даже официалы, надо быть внимательными. И вот вопрос. Ищем сейчас ноутбук. Магазин не буду называть. Магазин из моего города. Магазин из города Бобруйск. Это Беларусь. И представляете, я спрашиваю, какая цена будет на ноутбук, потому что разница между интернет-магазином и официалом 3 100 белорусских рублей, 3 800. 700 рублей это примерно 300 долларов разница. И встает вопрос. Сумма большая за ноутбук? Стоит ли переплачивать? Может быть не надо переплачивать? Все-таки сумма большая. Вроде хочется купить и лучше, и сэкономить. И вот случайно магазин мне... Так, я сейчас название магазина показывать не буду. Включаю переписку. Итак, я пишу. Добрый день. Можно ли заказать у вас ноутбук? Спрашиваю название модели. Можно по предоплате. Пишет он. Я спрашиваю, какая будет стоимость? 2 950. Я спросила именно про эту модель, потому что так он продается за 2 700 белорусских рублей. Но интернет-магазин там какой-то левый. Я думаю, хотя бы будет гарантия из моего города. И они, вероятнее всего, купят в этом магазине. Накрутив себе ровно 100 долларов, они мне предлагают этот магазин. И, наверное, магазин ошибся с перепиской. Причем это не интернет-магазин. Это магазин, в который приходишь. В наличии у них там что-то есть. Можно они там компьютеры собирают, ноутбуки собирают, что-то там еще. То есть и на витрине у них можно купить также техника. Есть какая-то немножко БУ. У них там стояли... Что там у них стояло? Сейчас вспомню. Айфоны какие-то были. Но моделей было немного по цене обычных БУшных телефонов. Итак, он мне скидывает... Отвечает 2 950. 2 500 это 1000 долларов. Наверное, сейчас уже немножко больше будет. 2... Ну, по цене примерно понятно. Сбрасывает мне объявки. Объявки скуфора. То есть это белорусский сайт с обычными объявлениями. Открываем это объявление. Так, Минск, Ленинский район. То есть он ищет именно по всей Белоруссии. Как я понимаю, особо проверки там никакой не будет. Я проверяю все тщательно, дотошно. Когда я покупаю с рук, я не скрываю, что это с рук. И то есть он вот объявки эти сбрасывает. Состояние идеальное. Продам плойку. Ла-ла-ла. Выходим обратно. Открываем нашу переписку. Хороший комплект, говорит. Потом сбрасывает еще одну поэску. Открываем мы эту поэску, чтобы вы знали, что эта поэск, если вдруг вы увидите ее в магазине, что она не совсем новая. Так, состояние новой приставки лежало в коробке пару лет. Кстати, такие объявления я всегда отношусь скептически, потому что когда пишут новое, не исключено, что она будет с царапинами, либо что-то в ней будет не так. Так не всегда. Очень редко новое. Действительно новое. Тем более продавец даже не оставляет свой номер телефона. Можно ему только написать. Возвращаемся. Дальше. Еще одна. Он скидывает объявку и пишет. Как новое можно продавать без проблем? Ошибочно перепутав просто диалог. Возможно, я осталась у него в последних диалогах. Он мне скидывает эти приставки и говорит. Как новое можно продавать без проблем? Ну, еще это. Еще скидывает еще одну приставку. Открыла еще раз эти объявления. Вот эта объявка вообще меня убила. Так. Но состояние новой приставки лежало в коробке пару лет после покупки. Никто не играл вообще. Ну, это вообще сказки. В такое не верю. Консоль прошита сегодня. Играть можно абсолютно во все. То есть, приставку прошивают. Есть доступ ко всему. Но есть вероятность, что вас забанят. И вы приходите в магазин. В магазин не виртуальный, не в интернет-магазин. Покупаете приставку под видом новой. Потому что он сам же предлагает продавать ее как новую. А вас потом Sony берет и банит. Интересно. Конечно, они работают. Все очень просто. То у торга нет. Возможна рассрочка на условиях сайта. И прочитав полностью вторую объявку. Вот эту, которую я показывал. Последнюю он сбрасывал. В которой тоже нет номера. Здесь также написано. Так, так, так. Сейчас где-то я видела. Версия прошивки 9.0 прошита, взломана в отличном состоянии. Более трех тысяч игр. Включая все крупные хиты, количество игр на приставке. Зависит от объема памяти и так далее. То есть, опять же, нет номера телефона. Продают вообще левое-левое под видом нового. Я думаю, что другого смысла в этой переписке вообще быть не может. Чтобы это оказалось как каким-то, не знаю, двусмысленным сообщением. Как новое можно продавать без проблем. А сейчас он, наверное, увидел, что это не его друг, не его товарищ. И полностью всю переписку удалил. Хорошо, что я успела ее снять. И так же я успела... Ну и, естественно, логический вопрос. Я у него спрашиваю. Так, а ноутбук вы мне тоже с БУ объявлений с Куфора? Куфор это сайт в Беларуси. Привезете под видом нового? Прочитано. Но я сомневаюсь, что у меня... Нет, что-то пишет. Подождем. Но здесь надо подумать, чтобы что-то ответить. Так, чтобы оказалось, что я вдруг что-то неправильно поняла. Нет, все новое. Но здесь от такой наглости я даже не знаю, что ему сказать. Но я думаю, все понятно. Я думаю, после такой переписки отпадает вопрос и отпадают советы, комментарии, которые мне часто пишут, что купи на Авито, либо купи в интернет-магазине. Зачем ты покупаешь только официально? Нет, я покупаю только официально. Еще мы как-то заказывали в другом магазине тоже. Можно у них под заказ, тоже бобруйский. И заказывали ноутбук родителям. Это был какой-то простой ноутбук. Пробили этот ноутбук на сайте, на сайте производителя по официальной гарантии. Было указано, что этот ноутбук активирован уже полгода. Привозили нам его как новый. То есть полгода кто-то им пользовался. Вероятнее всего сдали его в ремонт. Починили и успешно продали. Вижу, какое оно новое. БУ-плойки, да еще и прошитые под видом новых продаете. Все, он читает, но он уже нет. Еще, наверное, не для кого не секрет, что где-то продают, во-первых, после ремонта ноутбуки. Можно купить также в интернет-магазинах. Я такое замечала, что не совпадает конфигурация. То есть модель ноутбука, к примеру, такая. Вот эта вот кодировка, которую собирает производитель, означает, что здесь будет стоять именно такая оперативная память. Такая видеокарта, такой процессор и все остальное. И иногда они либо не соответствуют, пишут название такое, но при этом внутренние компоненты не соответствуют. Могут доставать отсюда эти внутренности и ставить другие. Либо собирать сами такие же внутренности, но уже с других ноутбуков. И здесь ты уже начинаешь волноваться, как они между собой взаимодействуют, как они будут правильно отложено работать и как это будет все вместе с собой сочетаться. Потому что когда это собирает производитель, когда это собирается на заводе, понятно, что между собой все подобрано. Пожалуйста, покупай. В зависимости от конфигурации, какая тебе нужна, такие будут у тебя и внутренности. А здесь ты уже кот в мешке, потому что какие-то между собой не работают, какие-то между собой плохо сочетаются и все остальное. РСТ, СТБ, официально завезенные. Всегда только в официальных салонах. Пусть цена будет дороже, но здесь вот вы за это и переплачиваете. Ну, а на этом все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.